Воскресная школа Обязательная молитва перед началом занятий. После педагога рассказывает малышам житие одного из святых. На этот раз история жизни святителя Иоанна, архиепископа Новгородского. Я знаю одного человека, который за одну ночь побывал в Иерусалиме, без разозлился и не заставил ждать своего отнющения. Ребята слушаются открытыми ртами, а потом задают вопросы. Они называют своего воскресного педагога, Анну Васильевну Рольгейзер, просто тетя Аня. Это, безусловно, сближает и стирает границу между учителем и учеником. К тому же матушка Анна целиком и полностью отдает себя своим воспитанникам. Конечно, личным примером нужно показывать, как детям жить, потому что слова они не воспринимают. Можно миллион раз говорить одно и то же, и до сердца не дойдет. Ну, знаете, что я скажу? С Божьей помощью только все. Господь помогает мне, потому что сама я ничего не знаю. После теории переходит к практике. Ребят делят на две группы. Первая вместе с педагогом репетирует театрализованную сценку. У второй группы самостоятельное задание – нарисовать открытку любимой маме. Кстати, родители тоже могут присутствовать на занятиях. Они и педагогу в помощь в плане дисциплины и сами многому учатся. Решение пришло само собой, потому что хотелось бы ближе быть к Богу. И матушка очень искренна, и для детей очень полезна будет. Они развиваются духовно и помогают им узнать больше о Христе, больше вообще о Евангелии, всей истории, о которой она рассказывает, нам очень интересно. Мы довольны, потому что у нас появляется у детей интерес больше к этому, то есть они заинтересовываются постепенно. В Инстинской воскресной школе занимается 20 ребят. Двери учебного заведения открыты для всех, а занятия проходят каждое воскресенье. Начало в 11 часов.